Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с начальником отдела охраны здоровья мэрии Магадана Ольгой Корчинской. Здравствуйте, Ольга Владимировна! Здравствуйте! Начнем с подведения итогов новогодних праздников. Спокойно ли они прошли? Были ли случаи заболеваемости ОРВИ и гриппом? Задел, скажем так, он был дан. Да, случаи заболеваемости ОРВИ, конечно, регистрировались. Вы сами понимаете, что обращаемость была низкая, поскольку длительные новогодние каникулы и большая часть как взрослых, так и детей, конечно, не обращалась за медицинской помощью. Но официальная статистика говорит о том, что уровни заболеваемости были ниже эпидемического порога. Начало года нас тоже радует. Мониторинг вообще проводится управлением Роспотребнадзора. И в еженедельном режиме сообщается об этом, естественно, в мэрию города Магадана, для того, чтобы было можно своевременно принять меры, направленные на предотвращение распространения заболеваемости в случае возникновения большого количества случаев гриппа или ОРВИ. Пока уровень заболеваемости ниже эпидемического порога, но вот, например, за прошедшую неделю зарегистрировано на территорию города Магадана 495 случаев ОРВИ и гриппа. Из них официально сразу был поставлен один случай гриппа ребеночка в возрасте до двух лет. И остальные все случаи ОРВИ первичные. Это официальная статистика, это люди, которые обратились за медицинской помощью. Но вот уже на второй день этой недели он показывает о том, что случаи гриппа стали регистрироваться. То есть в любом случае, если дети после каникул выходят в детский сад, взрослые на работу, ситуация ухудшается, да? Да, только еще не надо забывать о том, что мы такой особенный регион, у нас очень распространена миграция населения. А тем более были каникулы длительные, и, конечно, кто-то летал в другие города. А эпидситуация, если вы смотрите СМИ российские, говорит о том, что и Сибирь, и Алтай, и даже центральные районы нашей страны, и там уже случаи гриппа давно регистрируются. И уже ситуация, уже как на эпидемический уровень заболеваемости вышла по отдельным регионам. И, конечно, в случае миграции завоз на нашу территорию, он был предсказуем. Отдел охраны здоровья, помимо ОРВИ и гриппа, мониторит еще травматизм и укусы безнадзорных собак. Что можно сказать по этим двум пунктам? Да, мониторинг уличного только травматизма, он проводится тоже в еженедельном режиме. По нашим запросам мэрии города Магадана информацию нам предоставляют лечебные учреждения, куда обращаются за медицинской помощью. Это взрослый травмопункт и детская областная больница. Случаи травматизма было не так много зарегистрировано. Причем взрослые за медицинской помощью именно по этому разделу травматизма обращались намного меньше, чем детки. А вот по укусам безнадзорными животными было благополучно, обращаемость не была зарегистрирована. В одном из своих интервью вы рассказывали о летальном случае ОРВИ и гриппа в Грузии. Что это был за случай? И вы говорили, что недавно был похожий случай в Хабаровске. Расскажите, пожалуйста. Только не совсем так. В Грузии по информации со средств массовой информации российских идет уже достаточно продолжительно идет эпидемия ОРВИ и гриппа. И где уже было зарегистрировано, это вот на начало года было зарегистрировано 15 летальных случаев гриппа H1N1. Но вот если вспомним, то именно грипп этого штамма циркулировал в России начиная с 2009 года. И по информации сегодня, которую по телевидению передали, вы знаете, уже в Хабаровском крае идет повышенный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. И там тоже зарегистрированы случаи гриппа. В Хабаровске также у нас авиационное сообщение. Многие люди туда летают. И поэтому, конечно, подъем заболеваемости скоро надо ожидать. А если говорить о вакцинации, какую защиту вообще нам дает вакцинация и прививка? Прививка против гриппа – это специфическая защита от этого заболевания. Причем защищает только от гриппа. В состав вакцины, которой мы прививались осенью, как раз вошли антигены тех штаммов, которые предполагали циркуляцию по информации Евразийского бюро Всемирной организации здравоохранения. Еще в марте нас того года предупреждали, что сейчас вот в осенне, начало вот этого года периода, будет циркуляция как раз вот штаммов гриппа, о которых я говорил, это H1N1, и штаммов гриппа другого состава, H3N2, он тоже циркулирует, этот штамм. И грипп B предполагалось. Так вот, вакцина, это СОВИ-грипп в основном, который мы прививляем, это российская вакцина, она сделана уже как раз с использованием антигенов этих вот штаммов. То есть те лица, которые прививались в этом году, в осенний период, они защищены от этих штаммов. То есть прививка защищает от гриппа или все-таки она вырабатывает иммунитет против болезни? Выработка иммунитета и защита – это одно и то же. Единственное, надо понимать, что стопроцентной, как вы говорите, защиты не бывает. Человек, который привился от гриппа, он может заболеть? Ну, хочу сказать, что это за редким исключением, но тем не менее он может заболеть. Главное, что у него не будет таких очень серьезных и сложных, вплоть до летального осложнения, именно от последствий заболеваемости гриппа. Чем грипп опасен? Именно своими осложнениями и последствиями. Особенно у лиц старшего возраста и у маленьких ребятишек. Ну, а если говорить о прививках этой осенью, о вакцинации, вообще много ли людей привилось? Да, у нас практически около 40% привилось на нашей территории. По стране этот процент значительно выше, 49%. По области он тоже где-то 47% составил. Конечно, вот задают всегда вопрос, достаточно ли этот процент для того, чтобы выработать так называемый массовый иммунитет. Но вообще в эпидемиологии есть такие законы для того, чтобы победить любое инфекционное заболевание, которое можно победить средствами специфической профилактики, ну, попросту говоря, вакцинации. Нужно, чтобы вот эта прослойка, иммунная прослойка лица защищенных, она была 95%. Ну, то есть, вот сами судите. Мы, конечно, если раньше, я вот помню, давно, то 20% было, 25% населения. Такие были цели у государства поставлены привить. То сейчас уже 45% вот осенью. Наверное, в дальнейшем этот процент будет увеличиваться. И надо не забывать о том, что ведь эта вакцина, вернее, эта прививка включена в национальный календарь профилактических прививок. То есть, население практически бесплатно прививается. Это большое подспорье, финансовых нагрузок для населения это не имеет. Дело населения прийти, просто привиться и спокойно провести один год без заболеваемости. Какие меры профилактики против ОРВИ и гриппа нужно, вернее, соблюдать людям, которые по каким-то причинам не успели сделать эту прививку? Ну, я думаю, что общеизвестны эти меры. Ну, давайте мы их с вами повторим. Да, причины непривитости людей разные. Кто-то болел, у кого-то было осложнение своего хронического заболевания. Кто-то просто, ну вот, рядом со мной сосед не привился, и я также не буду прививаться. То есть, причины различны. Надо помнить о том, что да, по каким-то причинам, если люди не привились, но это не значит, что все на этом закончилось. Надо применять меры неспецифической профилактики. Конечно, они не так эффективны, надо сразу сказать, именно если мы говорим о гриппе. Ну, вот в период подъема заболеваемости, вот уже можно сейчас начинать, потому что скоро мы все равно ожидаем подъема заболеваемости. Надо проконсультироваться со специалистами, медицинскими работниками и принимать какие-то противовирусные препараты, которые можно принимать как с целью профилактики УРВИ, так и непосредственно гриппа. Ну, далее все препараты, которые так или иначе поднимают иммунную защитную силу, иммунную систему своей собственной. Ну, это тоже большой спектр препаратов, он есть в аптеках тоже на любой кошелек, есть таблетированные, есть растительного происхождения, всевозможные средства. Ну, поливитамины тоже как-то все равно не надо заболевать, об этом забывать. И поскольку мы с вами живем, вообще всегда считается о том, что лучше, скажем так, защиту дают те растения, да, которые произрастают в том регионе, где мы с вами живем. В данном случае я имею в виду, что применять в пищу использовать бруснику нашу, рябину, смородину черную. То есть вообще надо в период подъема заболеваемости и вот с профилактической целью принимать там фрукты, ягоды, в которых повышенное содержание витаминов С. Ну, это одна сторона, так сказать, медали, ну и вторая, надо не забывать о том, что какие-то общеукрепляющие в разумных пределах физические нагрузки человек все равно должен сам для себя установить и получать. Не надо только, конечно, сейчас в этот период сразу начинать обливаться холодной водой, надо к этому постепенно готовиться, ну там ножки хотя бы прохладной водой обмывать вот так, ну, чтобы не получить, наоборот, обратного эффекта. Спасибо за беседу, Ольга Владимировна. Будьте здоровы все. А мы беседовали с начальником отдела охраны здоровья мэрии Магадана Ольгой Корчинской. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok